На очередной конкурс Евровидения страна делегировала ансамбль деревенских бабушек. Не знавших грима, привыкшие выступать в национальных костюмах, они подкупают своей естественностью. А сколько еще в России таких же бабушек? Саратовских, Волгоградских, Ивановских, Алтайских? В Новосибирской области есть крошечный городок под названием Барабинск. Проживает в нем всего 30 тысяч человек. Самая большая достопримечательность – здание вокзала. А местная гордость – пенсионер, который играет на всевозможных инструментах. Поклонники виртуоза окрестили его прекрасным сценическим именем – Барабинский дедушка. Я на гармонии играю, на картеонии играю, на баянии, на бандолизе могу, на баланайке, на гитаре. А главный инструмент – Бориса Левицкого скрипка. Между прочим, инструмент раритетный. Он изготовлен еще в 1808 году, всего на 14 лет позже, чем появился знаменитый полонез Сагинского. Наши четыре брата – Геннадий, Михаил, Владимир, их уже нет. Все играли, четыре брата. Отец играл, отец поконщик, фронтовик. Брат тоже фронтовик. Награжденный орденами, ордена славы у них. Репертуар у музыканта широкий. На волне популярности бурановских бабушек этот дедушка становится все более знаменитым. Местные жители поговаривают о том, чтобы устроить виртуозу гастроли. Но барабинский дедушка в путешествии не рвется. Он привык выступать в родном городе. Меняет лишь сценический образ и инструмент. А вы не хотели бы нигде выступить на каком-нибудь международном конкурсе? Да куда ехать, куда ехать? Нога у меня, я перелом, перелом, с костылем хожу. Понял. Помоложе был, 83 года, куда я вот. Барабинскому дедушке и без Евровидения хорошо. Сам себе продюсер, сам костюмер. И публика всегда довольна. Вадим Алексеев, Андрей Кузнецов. Комсомольская правда, Новосибирск. Комсомольская правда.